Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что мы с вами движемся и уже перешли во второй месяц весны. И значит, перед нами красивое цветение, перед нами те перспективы, которые нас, конечно же, будут радовать. И я верю, что каждый день, прожитый на этой земле, а уж тем более, когда мы уже в весне, когда мы движемся к лету, для меня это какое-то особое настроение. Это всегда перспектива летних возможностей. Они переполнены заботами, с одной стороны, летние дни, но с другой стороны и наслаждением. Вот так как-то Бог устроил все на земле, что мы не просто делаем что-то, а мы ожидаем. Мы ожидаем плода, мы ожидаем цветения, мы ожидаем птиц, мы ожидаем всего того, что может связано быть с нашим отдыхом, восстановлением сил и так далее. И все это лето, которое нам является благоприятным. Но сейчас мы с вами вступили в 1 апреля, и пусть данный день для нас будет днем радости. Не просто днем веселья, а каких-то шуток, а днем радости. Потому что для каждого дня достаточно своих забот, но в то же время для каждого дня Бог приготовил и накрыл трапезу ввиду врагов. Поэтому будем есть и насыщаться. Будем наслаждаться от каждого дела, от каждого дня и от каждого события в этом дне. И, соответственно, я благословляю вас, распечатывая месяц, призвать Божью защиту и энергию жизни для цветения, которая потребуется на наших ветвях. А для этого необходим сок, который будет нас постоянно питать изнутри. И если этот сок есть, то тогда все, что снаружи в виде солнца, в виде тепла, в виде свежего воздуха, это все будет работать на наше раскрытие даров, талантов, красоты, влияния. Поэтому все начинается из внутреннего состояния сока. Если за эту зиму какие-то деревья замерзли или какие-то кустарники замерзли, то они уже не смогут воспользоваться и теплом, и светом, и солнечными лучами, и также свежим воздухом, потому что изнутри жизнь пропала. Пусть это будет не про нас. Пусть каждый из нас сможет внутри сохранять стержень, сохранять понимание, что мы можем и даже в морозы выстаивать тогда, когда внутри нас есть импульс жизни, соединенной с Богом. И так, друзья, ситуации бывают разные в жизни. Мы видим, что Соломон, который в данном случае уже выстроил отношения с Хирамом, но у него есть своя задача в стране. Тут тоже надо сейчас посмотреть, а что надо поменять, или что надо ввести как закон, как определенные задачи, чтобы царственность, она усилилась не только для него, но и для всего государства. 13 стих «И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль». Повинность же состояла в 30 тысячах человек. В данном случае мы видим, что Соломон 30 тысяч человек предназначил для каких-то особых работ. И, соответственно, ему нужны эти люди как трудовые такие резервы. Поэтому, с одной стороны, каждый мог заниматься своим хозяйством, но теперь наступило время устраивать государственность. Но, как вы знаете, человеку дорог его, хоть и маленький, но его личный участок. Вот его он будет обрабатывать. Все остальное может его не волновать. Но царственное мышление не может оставаться в такой позиции. Поэтому ему необходимо было людей подтягивать до своего уровня мышления. Конечно, Соломон не только на свои задачи приглашал людей, хотя в данном случае мы говорим о строительстве храма. Поэтому нужны будут люди для строительства храма, и он их таким образом приобретает. То есть повинность на 30 тысяч человек. Во всей вероятности, надо было отдать от колена, от семейства какое-то количество, чтобы пришли эти люди на службу к Соломону для строительства храма. Небесный Отец, я прошу тебя, чтобы ты дал нам понимание также в том, что есть личная ответственность, а есть ответственность, связанная с твоим царством. Как важно, чтобы мы не оставались в стороне от того, что необходимо сегодня делать внутри царственного твоего места, нахождение церкви твоей и влияние этой церкви. Поэтому, Господь, расширяй пределы нашего мышления, нашего понимания, нашего старта, и научи нас, живя на этой земле, творить твою волю и совершать ее с учетом тех задач, которые ты перед нами ставишь. И я благодарю тебя, что мы можем сегодня просить тебя, есть ли какая-то повинность, которая сегодня распространяется на церковь, на жителей этой земли, которые уже в завете с тобой, чтобы мы реально могли исполнить то, что есть на сердце у тебя. Слава тебе за это, возлюбленный Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Слава тебе за это, возлюбленный Господь.